Кто будет кататься на новеньких лыжах элитного класса, когда появится в Наринмаре многоквартирный дом общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров и кто отпразднует новоселье уже в ближайшее время? Эти вопросы рассмотрели на очередном заседании администрации Ненецкого округа. 30 комплектов профессиональных лыж и палок, ботинки и крепления к ним, а также 15 костюмов для лыжных гонок в ближайшее время пополнят инвентарь спортивной школы «Старт». Компания «Башнефт-Плюс» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа выделит 750 тысяч рублей. В 2015 году на пополнение материально-технической базы на закупку лыж, костюмов средств не выделялось и к концу года вопрос стал особенно острым. Нехватка лыжного инвентаря, по словам сотрудников, связана с тем, что за последние два года значительно возросло количество детей, желающих заниматься лыжным спортом. Сейчас очень много маленьких детей приходит. У нас дети, которые есть, хорошие ребята, которые уже добиваются результатов и хотят показывать, хотят тренироваться. Пришли два молодых тренера, соответственно, детей стало больше. А инвентарь нужно приобретать. Я говорю, он очень дорогостоящий, не все родители могут позволить себе купить вот этот инвентарь. А сколько лыж, например, стоят? Смотря какие. Вот юниорская серия, они стоят 12-14 тысяч сейчас. Элитные лыжи последние 30 тысяч стоят. Новый инвентарь, по словам Надежды Детковой, не только улучшит материально-техническую базу, но и позволит добиться хороших спортивных результатов. Улучшит жилищные условия жителей округа, позволит строительство многоквартирного дома. Решение об инвестировании бюджетных средств в строительство дома также приняли на заседание. Положительное заключение получено со всех сторон. Замечания департаментов финансов учтены. То есть в проекте изменена сумма на 2017 год на 82 миллиона 982 тысяч. Строительство нового семиэтажного дома на пересечении улиц Полярной и Пырерки в Наринмаре начнется летом. Окончание строительства запланировано на конец 2017 года. Общая площадь составит более 3000 квадратных метров. В доме будет 21 двухкомнатная квартира и 21 комнатных. Новые квадратные метры планируются направить на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Максимальный объем инвестиций предусмотрен в объеме чуть более 163 миллионов рублей. Окончательная стоимость определится после проведения конкурсных процедур. В марте-апреле текущего года казенное учреждение Ненецкого округа «Централизованный стройзаказчик» намерено провести торги на строительство дома. Также на заседании администрации округа принято решение о безвозмездной передаче в собственность Наринмара квартир в новом доме по улице Заводской. Всего в доме 27 квартир. Передаем 23 двухкомнатные и 21-комнатных квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа отмечают, что в течение последних нескольких лет в регионе наблюдаются стабильные темпы роста строительства жилья. Так, в 2013 году было введено чуть более 40 тысяч квадратных метров жилья, а в 2014 году уже около 44 тысяч. При этом более 80% отведенного объема составляет жилье экономического класса.